То время осталось в истории как время небывалого подъема молодежного движения. Учеба, спорт, искусство открывали огромные перспективы для развития творческого потенциала. Вера Волошина воплотила, кажется, все эти качества. Ей многое было дано, и она многое успела. Художники писали ее портреты, скульпторы брали за эталон ее спортивную фигуру. А что о ней помнят сегодня, в день, когда исполнилось 100 лет со дня ее рождения? Для меня лично она стоит в одном ряду с Зоей Космоземьянской. Но ведь, кроме того, ее вспомнят и знают как очень красивую девушку. Очень красивая девушка. Она послужила прообразом, который был сделан, девушка с веслом. Я думаю, что и жители не знают, которые живут вот на этой улице Веры Волошиной. Ее надо возвращать? Конечно, конечно. Надо просто, чтобы знали. Такие... Ну, нельзя это забывать. Это должно быть жить вечно. Сегодня многие студенты и преподаватели Российского университета кооперации также молоды и полны творческих сил, как и Вера Волошина. Впереди было прекрасное будущее, но война оборвала ее жизнь в 22 года. Она погибла от рук палачей под пыткой, спасая своих боевых товарищей. И только через десятилетия ее имя вернулось и стало широко известно. Сегодня ее именем названы улицы, дворцы детского творчества и малая планета в далеком космосе. Ее имя должно остаться на века. Поэтому сегодня принято решение главой района, советом депутатов, этот вопрос уже обсуждался, вот в сквере, в котором мы сейчас стоим и снимаем репортаж, это Вера Волошина, дом 23, корпус 2. Здесь в сквере планируется установка памятника, бюста Веры Волошиной. Конечно, сегодня другие скорости, другие интересы и пристрастия у молодежи. Но каким современным предстает образ студентки Веры Волошиной, которая мечтала о будущем и сделала все, чтобы его отстоять. Сергей Берзин, Константин Химичев, информационная программа «День».